Здравствуйте! Об основных событиях в Одинцовском районе вам расскажут мои коллеги и я, Екатерина Старосветская. Некоторые темы сегодняшнего выпуска. О задачах и достижениях губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги 2014 года и рассказал о перспективах. 127 услуг в одном окне. Стационарный офис «Мои документы» выдержал проверку. Снегопад как стихийное бедствие. В бой брошена вся техника. Студенческий десант пришел в безопасный город. Дружинников скоро станет больше. На пресс-конференции в Центральном офисе «Интерфакса» в Москве итоги 2014 года подвел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона также рассказал журналистам о перспективах Подмосковья на год 2015-й. Анна Макарова внимательно слушала. Одним из ключевых событий ушедшего года глава региона назвал начало строительства Центральной кольцевой автодороги. Эпохальное событие, которое позволит нам совершенно по-другому ощущать пространство в Подмосковье через 4 года. 18-19 год сдача от скада. За прошлый год 6 тысяч человек переехали из ветхого и аварийного жилья в современные квартиры. Еще 15 тысяч жителей области расселят в этом году. Говоря о нынешнем бюджете, губернатор предположил, что структура его доходов претерпит определенные изменения. А все усилия областных властей будут сфокусированы на завершении начатых проектов. Мы не открываем новые стройки социальных объектов, за исключением тех, которые в указе у нас упомянуты. Поэтому очень внимательно, очень бережно относимся к каждой копейке и смотрим, где мы можем экономить. Большое внимание будет уделяться малому и среднему бизнесу. Антипризисный план, разработанный властями региона, предполагает в этом году увеличение льгот для этой категории предпринимателей. Если мы обеспечим развитие малого бизнеса, его доля вместо 20% в Подмосковье составит 45, у нас будут колоссальные финансовые возможности. Колоссальные финансовые возможности для преобразования Подмосковья. Продолжится и сокращение мусорных полигонов в населенных пунктах. Их планируют перенести на более удаленные территории. Сейчас в регионе 39 полигонов, а будет в два раза меньше. Губернатор рассказал о том, что скоро в Московской области начнется строительство первой линии легкого метро, которая поможет развязать самые загруженные трассы. Строительство одного километра обойдется казне в 1 миллиард рублей. За такую же протяженность подземного метрополитена пришлось бы заплатить 4,5 миллиарда. И мы хотим первую линию уже приступить к строительству в 2016 году. Первой линии, первую отрезку. Мы должны построить первую. Мы хотим так. Могут ли наши планы смещаться? Честно скажу, могут. Но у нас есть план, у нас есть понимание и есть запрос людей на удобный общественный транспорт. Говорил губернатор и о проблемах в области медицины. Сегодня в Подмосковье работает около 22 тысяч врачей. Это на 10 тысяч меньше, чем требуется региону. Не хватает врачей общей практики, анестезиологов, педиатров. При этом, отметил Воробьев, медики, проживающие в Московской области, стали все чаще возвращаться из столичных медучреждений в областные. Приятно, что 2014 год первый, когда врачи начали возвращаться на территорию. И потому что условия, и потому что те преобразования, которые в Москве тоже происходят. Спросили главу региона и о введении платы за парковку в крупных городах Московской области. Губернатор заверил, что такое решение будет приниматься только после обсуждения с местными жителями. Сейчас на одну тысячу человек в Подмосковье приходится 350 автомобилей. Я не исключаю, что такие города и такие места появятся, где будет платная парковка. Жизнь идет вперед, и мы должны своевременно реагировать на те проблемы, которые возникают. Если мы не наведем порядок, то мы просто утонем в этих автомобилях. Была затронута тема переселенцев из юго-восточной Украины. Подмосковье готово принять на своей территории новых беженцев, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Стараемся и учителей, и врачей, и работников бюджетной сферы, и предпринимателей, которые приезжают, хотя немного там предпринимателей, в основном это женщины, дети, стараемся максимально создать условия. У нас большое количество ребят в школу пошло, и в детские сады в этом году. Андрей Воробьев также подчеркнул, что для Подмосковья сейчас важно удержать темпы экономического развития и привлечения инвестиций на уровне прошлого года. Поднимались вопросы и о возможности установления ипотечных ставок в Московской области – 12-14%. Говорилось о необходимости развития сельского хозяйства и туризма. Анна Макарова, Владимир Деньков, телекомпания «Одинцова». Для жителей Одинцовского района открылся стационарный офис государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Мы подробно освещали церемонию открытия в самом конце прошлого года. Посетители сразу по достоинству оценили преимущества нового формата обращения в органы местной власти и госучреждения. 23 января Одинцовский офис центра «Мои документы» посетили глава Одинцовского района Андрей Иванов и министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев. Мой коллега Петр Горохов наблюдал за ходом визита. Высокие посетители внимательно осмотрели новое отделение центра, проверили, насколько оно соответствует строгим государственным и региональным стандартам, а главное, удобно ли оно для получателей услуг. Увиденным остались довольны. Всему соответствует отличная МФЦ, на мой взгляд. Я думаю, что это будет очень востребовано и услуга, и место. И мы ожидаем большого количества жителей здесь, которые будут обращаться за услугами. Андрей Иванов и Максут Шадаев лично протестировали электронную систему, позволяющую любому посетителю поставить собственную оценку работе сотрудников центра. Подобный формат обращения за государственными и муниципальными услугами особенно понятен и удобен людям в возрасте. Большое пространство здесь есть, где посидеть, потому что многие, кто получают услуги, это люди пожилого возраста, наши ветераны, пенсионеры. И им, конечно, очень неудобно стоять в очередях или в узких коридорах перед кабинетами тех еще старых, старорежимных помещений, в которых приходится на сегодняшний день выдавать эти услуги. Мы постарались правильно географически разместить данное МФЦ. Здесь самый крупный наш железнодорожный узел, железнодорожная станция Одинцова. Здесь рынок, ярмарка, здесь хорошее сообщение, Можайка, Минка, Северный объезд, не так далеко, Подушка, Красногорка. Поэтому многие, конечно, смогут сюда добираться за счет такой хорошей транспортной доступности. Но все же нам придется открывать мини-МФЦ центры. Первыми в очереди за такими центрами Кубинка, Голицыно и Никольское. Помимо транспортной доступности и общего удобства для посетителей, у нового офиса центра «Мои документы» есть еще одно важное преимущество. При открытии МФЦ добиваемся еще одной очень важной, на мой взгляд, темы. Мы ее практически сокращаем. Это коррупционная направленность. То есть у нас каждый житель, который приходит и получает муниципальные услуги здесь, он не сталкивается напрямую с чиновниками. Ему не надо никому давать взятки, не надо ни с кем, ни о чем договариваться. Они, жители, общаются с операторами, которые являются определенным звеном в общей цепочке оформления документов. Это тоже, на мой взгляд, очень важно. Предполагается, что за день в центре населению может оказываться до 350 государственных и муниципальных услуг. То есть около 100 тысяч в год. Петр Горохов, Константин Королев, телекомпания «Одинцова». Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. Снегопад продолжится, а большая разница дневных и ночных температур грозит превратить улицы и тротуары в каток. Уже сегодня на дорогах было скользко. Обстановка усложнилась еще и тем, что в этих условиях возрастает количество мелких ДТП. Дорожные службы района переведены на усиленный график работы. Надо отдать должное коммунальщикам. Заносов на дорогах нет. В центре города улицы Маршала Жукова, Новоспортивная, Говорова, Красногорское шоссе, Маршала Бирюзова, Можайское шоссе и бульвар Любы Новоселовой убраны весьма качественно. Но уборке мешает большое количество припаркованных на обочинах автомобилей. Владельцы машин далеко не всегда обращают внимание на дорожные знаки, паркуясь так, как считают нужным. Уборочная техника сосредоточена в своеобразной тактической группе, которая направляется в наиболее проблемные районы. Наша съемочная группа выехала в один из районов города, чтобы получить информацию об обстановке практически из первых рук. Девять единиц техники по домоуправлениям и по участку благоустройства вышло два трактора и один бапкет. Значит, непосредственно занимаемся сейчас откалыванием и посыпкой льда у социально значимых объектов, в частности, детская больница по улице Любы Новоселовой. Значит, в ближайшее время планируем, что все дороги, которые за нами закреплены, будут почищены и приведены в соответствии с нормами и правилами. Обращаясь к водителям, еще раз напоминаем о важности соблюдения правил дорожного движения и парковки в сложных погодных условиях. А сейчас информация в режиме телефонной связи о том, какой была обстановка на дорогах Одинцовского района за минувшую неделю. В период с 16 по 22 января 2015 года на территории обслуживания отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Одинцовская произошло два ТТП, в которых пострадали два человека. Это два пешехода, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Пешеходы доставлены в лечебное учреждение. В связи с этим сообщаем, что на территории Одинцовского муниципального района с 22 по 26 января будет проводиться целевое профилактическое мероприятие пешеход, целью которого является профилактика и пресечение нарушений правил дорожного движения. Всего за данный период времени сотрудниками госавтоинспекции по Денцовскому муниципальному району было пресечено 757 нарушений правил дорожного движения, из которых 12 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. Составлено 93 протокола административного права нарушения по ст. 12.6 без ремней безопасности, 78 нарушителей по ст. 12.18 непредоставлений преимущества пешеходам, 21 нарушитель по ст. 12.23 часть 3, перевозивший пассажиров до 12 лет без специальных удерживающих устройств, 120 нарушителей по ст. 12.29 часть 1, нарушений правил дорожного движения пешеходами. Также на территории Денцовского муниципального района продолжаются тотальные проверки рейды на выявлении всех нарушителей правил дорожного движения. Особое внимание уделяется перевозке пассажиров. В заключении хочу вам всем пожелать хороших выходных и без аварийных дорог. В связи с открытием эстакады на северном обходе города Денцова в сторону Власихи и 1-го Успенского шоссе, а также введением в эксплуатацию платных пунктов на Можайском шоссе при въезде на платную дорогу, государственная компания «Автодор» предупреждает о том, что с 29 января 2014 года будет введено одностороннее движение по участку Красногорское шоссе от поворота на Лайковское кладбище до выезда к медсанчасти 123. Поворот налево с улицы Маршала Бирюзова в сторону Власихи будет закрыт. На Красногорское шоссе в сторону Власихи можно будет проехать по улице Маршала Бирюзова, повернув направо в сторону Подушкинской развязки, или по улице Маршала Жукова и Красногорскому шоссе вдоль медсанчасти 123, опять же в направлении Подушкинской развязки. Важен для жителей города и заезд на лыжероллерную трассу. На вопрос, как можно будет добраться до спортивной трассы, нам ответил начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации городского поселения Одинцова Николай Голубев. Цитирую. Светофорный объект на перекрестке улицы Маршала Бирюзова и Красногорского шоссе будет перепрограммирован и, как следствие, станет вызывным для пешеходов. Автомобилистам придется ехать на Подушкинскую развязку, разворачиваться на развязке поворот на 1-е Успенской шоссе и возвращаться на съезд номер 3 в сторону города Одинцова. И уже с одностороннего движения делать левый поворот на лыжероллерную трассу. Конец цитаты. Первое время на данном участке дороги будут дежурить сотрудники ДПС и помогать водителям сориентироваться в новой обстановке. Как обычно, в конце недели моя коллега Елена Патрина проводит мониторинг самых важных и интересных материалов, опубликованных в свежем номере газеты «Одинцовская неделя». Итак, ей слово. Здравствуйте, уважаемые читатели! Редакция газеты представляет вам свежий выпуск еженедельника «Одинцовская неделя» в новом номере. Расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева состоялось 20 января. Ключевыми темами обсуждения стали развитие сельского хозяйства и организация контрольно-закупочной деятельности. В администрации Одинцовского района 19 января прошло заседание рабочей группы по разработке и реализации муниципальной программы «Безопасность в Одинцовском районе». Рассматривался вопрос о формировании единой концепции обеспечения общественной безопасности района. Какая амбициозная задача была поставлена – читайте на центральных полосах. Разговаривая с мамами особенных детей, всегда неловко задавать вопрос, к какому конечному результату они стремятся. Ведь, слушая их рассказы, порой задумываешься, а можно ли вообще вылечить такого малыша? Когда слышишь ответ «да, это дорого, но возможно» – подробности на 18-й полосе. Затянувшаяся череда зимних праздников, помимо приятных воспоминаний, увы, нередко приносит с собой гораздо более неприятные вещи. Лишние килограммы набираются в геометрической прогрессии. Что нужно есть, чтобы похудеть, читайте на 22-й полосе. Также в номере. На каких маршрутках может появиться бесплатный Wi-Fi. Сколько человек приняли участие в традиционных крещенских купаниях. Что больше всего нравится одинцовцам – асфальт или сугробы. И когда Андрей Иванов выступит с ежегодным отчетом. Читайте «Одинцовскую неделю», и тогда вы всегда будете в курсе всех событий нашего города и района. Жизнь современного города невозможно представить без систем видеонаблюдения и связи с экстренными службами. Организация и работа таких систем очень редко становится достоянием гласности. Святая святых Одинцовской системы обеспечения безопасности пришли студенты. Пока на экскурсию, но правоохранительные органы имеют свои виды на молодых людей. Мила Тарасевич увидела все своими глазами. Полтора десятка студентов посетили межмуниципальное управление МВД России Одинцовская. Началась экскурсия с демонстрации Центра видеонаблюдения «Безопасный город» работы экспертной криминалистической службы. Мы сейчас находимся в Центре видеонаблюдения. Именно отсюда начнется экскурсия для студентов. Молодые люди и девушки смогут своими глазами увидеть, как работает система «Безопасный город». «Безопасный город» – это 110 видеокамер и 10 кнопок экстренной связи гражданин полиции. Расположены в наиболее проблемных местах. В режиме реального времени шесть операторов следят за жизнью города. Вместе с мониторингом жилой зоны постоянное наблюдение ведется и за транспортными развязками, въездами и выездами, пешеходными аллеями лесопарковой зоны. После экскурсии сотрудники полиции совместно с главным специалистом отдела территориальной безопасности по городу Одинцово Сергеем Борженковым и членом Общественного совета межмуниципального управления Александром Тарасовым в зале совещания провели беседу с молодежью о правилах вступления в добровольные народные дружины. По мнению полицейских, молодые люди могут существенно помочь в охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями. Без населения, без поддержки, а тем более молодежи, нам порядок в городе, в нашем районе такого значения не будет. Студенты задавали вопросы сотрудникам полиции и интересовались, куда им обратиться для того, чтобы вступить в ряды дружинников. Среди гостей неспроста оказалось много желающих, ведь народная дружина не только имеет свои привилегии, специальную форму, проездные билеты на городской транспорт и оплату мобильной связи, но и дает возможность стать нештатными сотрудниками полиции, почувствовать себя нужным родному городу. Итогом акции «Студенческий десант» станет товарищеский матч по волейболу между студентами вузов и действующими дружинниками. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово». Продолжая тему студенчества, напомним о предстоящем празднике всей молодежи. Татьянин день в «Одинцово» будут отмечать с размахом. 25 января в 18.00 на центральном катке «Баранка» начнется праздник, куда приглашаются не только студенты и Татьяны, но и все желающие. Гостей будут угощать горячими напитками и сладостями. Праздничную атмосферу создадут профессиональные диджей и цветомузыка. Кроме того, все желающие смогут покататься на катке. В помещении бывшего выставочного центра работает бесплатный прокат коньков. Цветомузыка, драйв и хорошая компания. Быть может, в этом заключается студенческая романтика. Сразу после выпуска новостей праздник у поклонников моего коллеги Алексея Лагутина. В эфире программа «Муза-Антракт». Звоните в студию и передавайте приветы и поздравления своим родственникам и друзьям. Далее смотрите передачу Марии Шматковой «Реальные кадры». Не пропустите. А прямо сейчас прогноз погоды. Погода в выходные не перестает нас удивлять. Помимо обильного снегопада, нас ожидает резкое похолодание в ночные часы. Ветер, как ни странно, теплый, юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Днем столбик термометра в среднем опустится до минус 3 градусов, а ночью до 15 градусов мороза. Геомагнитное поле Земли неустойчивое. На этом информационный выпуск завершен. Мы рассказали об основных событиях в Одинцовском районе. Я желаю вам всего доброго и напоминаю, что на дорогах очень скользко. Будьте внимательны и осторожны. Я желаю вам всего доброго и напоминаю, что на дорогах очень скользко. Субтитры создавал DimaTorzok